Вау, коробочка, ух ты, я так открываю, так, ух ты, в пакетике. И вот, смотрите, я еще даже лайфхак придумала. Алюминиевое оно, что ли? Мне интересно, кажется, это очень красиво, прям, знаете, как будто у тебя пирсинг вот здесь вот. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас видео Алиэкспресс. Я уже давно ничего не заказывала с Алиэкспресс, все остаточное, что мне пришло, я уже скооперировала. Кое-что еще вам покажу, это будет попозже. Ну, а сейчас поехали. Ничего не заказывала на Алиэкспресс, почему? Потому что я просто забыла, замоталась, забегалась. И буквально вчера я только сделала новый заказ. Я такая думаю, что-то мне идет или не идет. Захожу на почту каждый день, что-то нет посылок и нет посылок. А потом захожу на Алиэкспресс в мои заказы, и оказывается, что все, что должно было прийти, мне уже давно пришло. Поэтому надо все это показать. Я сделала новый заказ разных приколюшек, и он будет еще пока идти. Нужно снять вам этот. Итак, первое, что я вам хочу показать, это вот такие вот наушники. У моей подруги айфон, у Любашки. У нее оригинальные наушники для Apple телефонов. И я подумала, что ничего себе, на Алиэкспресс делают такие беспроводные наушники. Я тоже хочу. Это же очень удобно. Не проводов, слушаешь музыку. Ну, в основном я брала для того, чтобы разговаривать, потому что очень часто я созваниваюсь со своими подругами и делаю параллельно что-то. И очень неудобно всегда держать телефон, либо на громкой связи все время ходить с телефоном, потому что это кухня, прихожая, балкон, все вместе, и параллельно могу еще выйти на улицу. И неудобно, и еще ребенок в руках, да. Поэтому наушники такие просто спасения. Я их заказала в коробочке для того, чтобы сразу не потерять. На сайте представлены разные цвета. Я, естественно, взяла белые, ну, как бы под Apple, да, понимаете. И такая радостная приходит мне посылочка. Я такая, открываю, открываю. Радуюсь еще. Подождите, радуюсь. Радуюсь. Такая, вау, вау, коробочка. Ух ты. Я такая, открываю. Такая, ты в пакетике. Супер. Вау, ничего себе. Коробочка. Вот зарядочка. Заряжать здесь такая. Открываю. Ух ты, наушники. И сразу смотрю, что они какие-то большеватые. Достаю. И на самом деле они, не знаю, мне кажется, честно говоря, но так-то в полтора раза больше оригинал. Ну, как бы вот если Apple, да. Потому что у меня, на самом деле, у меня же есть iPhone. И у меня есть наушники от них, только проводные. И эти проводные наушники, они прекрасно сидят в ушке. Очень комфортно. Ой, сейчас вам даже сравню, покажу. Я не поняла, да и не огрыз, что ли? Вот. Вот такие наушники. И вот посмотрите в сравнении, чтобы вы понимали, насколько больше. То есть, насколько неудобно для уха это. То есть, я понимаю, нет, в принципе, ну, в принципе, удобно. Но я боюсь, что вот при любой расе оно выпало. Это же, это же ухо совершенно по-другому сидит. Ты его чувствуешь, оно как бы углублено, оно удобное, маленькое, чем вот такое огромное. Поэтому это было первое мое разочарование. Вот смотрите. Разница очевидна, да? Ну, вот у айфона такие же, только без провода. Поэтому это было первое мое разочарование. Думаю, ну, ладно. Знаете, дома там не где-то что-то. В принципе, ничего страшного. На каждом ушке здесь есть кнопочки. Это как включение. Вот. Плюс там что-то оповещение идет. Включились, заряжаемся и так далее. Беленькие, красивые, аккуратненькие. Но я начала их тестить. Я включила. Музыку слышно хорошо. Все, для музыки никаких вообще, ну, у меня нареканий нет. Прекрасный звук, нормально. То есть можно слушать. Но когда я начала звонить, мне просто сказали, вот я начала звонить любимому. Первое, он у меня к звуку вообще относится очень трепетно. Он, его бесит, когда какой-то звук плохо слышно, что-то троит, не слышно. И вот я ему звоню и говорю, за, и вот я тестирую, типа, наушники, то-се. Он говорит, это какое-то полное дермище, тебя не слышно. Выключи и поговори со мной нормально. Я, естественно, выключила. Потом подумала, наверное, я ему сказала, что я купила с Китая наушники. И он такой сразу же предвзятое отношение и сразу говорит мне, а, говно, там, траля-ля. И ничего не говорю и звоню своей подруге Любе. Ничего не говорю. Как обычно, мы с ней общаемся, и она такая одно, алло, алло, чего ты сказала? Ты как-то пропадаешь. Ну, то есть, более чем обычно, да. Я говорю, слушай, у меня, ну, потом уже, да, долго не сдавалось. Потом говорю, слушай, у меня новые наушники. Она говорит, ну, очень плохо слышно, непонятно, звук пропадает и так далее. Ну, то есть, я думаю, что здесь не очень хороший микрофон. И поэтому эти наушники собиралась заказывать моя сестра. Я их решила подарить своему племяннику Тимуру. Потому что он слушает музыку. Я в наушниках очень редко слушаю музыку. Особенно с телефона, когда куда-то иду. Потому что в одно время, когда я была молодая, я слушала в наушниках музыку. Ну, во-первых, когда ты переходишь через дорогу, ты обязательно должен слышать звук машин. Ну, лично у меня так. Поэтому наушники всегда снимаются. Если ты идешь, рядом кто-то может кричать, может быть какой-то звук, что что-то происходит. Кто-то может к тебе обращаться, что-то говорить. И вот поначалу, когда я была молодая, я вставляла наушники в уши, такая, иду, кайфую и тро-ля-ля. И несколько раз было такое, что, ну, как бы из-за того, что я слушаю музыку и чего-то не слышу, я упускала важные моменты. И причем они могли быть опасные. Поэтому я так человек, который любит все контролировать. И особенно, когда ты выходишь на улицу, ездишь за рулем, переходишь дорогу, ездишь в метро. Я тогда это в метро, это в Москве было, когда я тестила. Я для себя взяла такое правило, что я наушники и улицы не слушаю. Тем более, если я с кем-то иду, общаюсь, то, в принципе, ты, блин, пропускаешь половину наушника, слушаешь половину человека. Ну, то есть, ты не включен в ситуацию и где-то улетаешь, да? А я люблю быть здесь и сейчас. Вот если я конкретно слушаю музыку, что бывает очень редко и в машине, то я слушаю музыку здесь и сейчас. А если я куда-то иду, чем-то занимаюсь, то я не слушаю музыку в наушниках. Поэтому я отдаю это своему племяннику, так как он любит слушать музыку в наушниках. Вот. И еще в комплект здесь сходит зарядочка. Ну, то есть, на самом деле, это клево вообще, мне нравится. Ну, это единственное, что звук подкачал. Хотя отзывы были какие-то, ну, кому-то нравится, все замечательно. Классно, что здесь можно хранить в коробочке вот все. Слежается вот здесь просто бюйз. Ссылочки на товары я обязательно все оставлю под видео. Если кому-то это важно, интересно, проходите по ссылочке и покупайте себе. Еще на Алиэкспресс я купила вот такую очень классную ложечку. Так как я пою, да? Для меня она такая ложечка, знаете, как декоративная, но в то же самое время ей можно и мешать, и пить чай. Ну, как бы такая, знаете, моя ложечка. Вот. И мне кажется, что это может быть отличный презентик какой-то, да? Во-первых, она красивая такая. И там есть разные, не только нотки, там есть, не помню какие. В общем, зайдите, посмотрите. Есть разные символики, то есть в соответствии с человеком, чем он занимает. Такая маленькая ложечка. Можно и сахар, например, накладывать. Классно. Была мутравенькая такая. Мне очень понравилась. Очень красивая ложечка. Следующее, что я приобрела уже достаточно давно, и все хотела попробовать, это вот такое вот мыло. Алюминиевое оно, что ли? Мне интересно, у кого были такие мыла? Как вы, довольные и недовольные? Расскажите, пожалуйста. Сейчас мы пойдем с вами его тестить. Оно ничем не пахнет. Ну, вроде как там написано, что оно убивает бактерии, какие-то, я не знаю, алюминий убивает бактерии. Как оно работает, совершенно не понимаю, но давно хотела себе такое взять мыло. Оно стоит копейки, но теперь оно у меня есть. Ну что, вот оно, наше мыло. Вот так мы его берем и мылим. Где-то кто-то мне писал, что оно очень хорошо убивает запах рыбы. Так по себе оно не особо пахнет. В общем, я жду ваших комментариев, кто давно пользуется таким. И еще вопрос, где его хранить. Можно ли его вот так вот прям ложить сюда, и не будет ли какой-то ржавчины тут где-нибудь оставаться. Не знаю, короче. Для меня это просто какой-то ноу-хау, если честно. Еще для обычного мыла, смотрите, какой я нашла просто лайфхак. На самом деле, может любой вырезать из губки сам, не заказывая. Но если вам лень вырезать это все дело, то можно заказать. Это вообще супер копейки стоит. Это обычный поролончик с такой выемкой вырезанный для мыла. Ну, не для такого алюминиевого мыла, а именно для обычного мыла. И классно, что не будет течь, оно здесь будет хорошо высыхать. И просто это мыть, да? Мы просто это все сполоснем вот так вот под водичкой, и будет супер-пупер. Поэтому такая классная вещь, мне кажется, вообще очень полезная и с уборкой. И вот я всегда в детстве не любила мыть мыльницы, знаете, которые вот так открываются. Здесь решеточка такая открываешь, и ты там моешь зубной щеткой, там не везде попадешь. И поэтому, когда я увидела эту штуку, я сразу вспомнила свое детство. Думаю, это мыльница, думаю, вот это вообще кайф лайфхак. В общем, вот такая вещь, рекомендую. Так, мы кладем наше мыльце. И вот, смотрите, я еще даже лайфхак придумала. Ну, короче, вот это мыло здесь, оно здесь все стекает, все впитывается. Вот, допустим, мыло там испачкалось что-то, да? И нам нужно теперь помыть ее. И заодно мы моем. Так, она легко моется. И заодно мы ей же можем протереть нашу раковину. Вообще, это вообще супер круто. Она даже будет мыльная. Как раз мыльным раствором протереть раковину. Вообще, супер удобная вещь. После того, как мы помыли все, выжали как следует. И снова положили наше мыльце. И вот оно здесь у вас лежит. Красота же! Еще у меня что-то по хозяйству все. Я у Кристинки взяла вот такие, представляете, что это? Это мыло. Мне стало очень интересно. Я захотела с вами потестить. Она уже в своих видео это показывала. А тут даже не все, только белые. Тут еще голубенькая. Короче, эти мылки, они одноразовые. Ну, то есть, вот такие тоненькие. То есть, вам не нужно брать с собой мыло или огромный гель для душа с собой в дорогу. Просто вы вот в такой маленькой коробочке берете вот такие мылки. Да? Достаете одну вот так вот, тоненькую. И все ее смыливаете. Мне кажется, это очень удобно. В общем, она мне задарила. Но я у нее попрошу ссылку. Она мне скинет и под видео тоже будет ссылка. Мне кажется, это вообще отличная вещь. И очень приятно пахнет. Ну, и теперь достаем наше мыльце. Вот такое тоненькое. Она абсолютно такое тоненькое прям. Вообще прелесть. Лепесток прям, честно говоря, лепесток розы. Кладем на ладошку. Да? Смачиваем водичкой. Ой, как прекрасно! Все, уже нету. Намылили. Запах хороший. Все, намылили и смыли. Руки чистые. Теперь можно кушать. И еще я у Кристины очень часто видела в видео. Я говорю, Кристина, а что это у тебя за такое красивое ожерелье? Ну, просто очень мне понравилось. Сейчас покажу. Вот такое. Один камушек. Я говорю, где ты его заказала? Она говорит, на Алиэкспресс. Я говорю, дай ссылку. Я у нее, на самом деле, увидела в видео. И больше всего я люблю делать покупки. Особенно на Алиэкспресс. Когда ты видишь у кого-то... А Кристина снимала видео. То есть, уже одевала эту штучку. Ей очень идет. Ей очень красиво. И вот это единственное, что я могу себе одеть вместе с моим вот этим украшением. То есть, будет два. Смотрите. Мне просто, ну, реально очень красиво. Мне очень понравилось. Я прям, когда увидела, что у нее блестит какая-то такая штучка на шее. И абсолютно не видно этой тоненькой цепочки. Мне показалось, что это очень круто. Мой кулон, конечно, уже это... Потрепанный, потому что я его не снимаю. Смотрите, как красиво. И буду я вот так вот вам рассказывать что-то. А она будет блестеть. Мне кажется, это очень красиво. Прям, знаете, как будто у тебя пирсинг вот здесь вот. Сейчас же модно делать пирсинг. Но пирсинг я никогда бы не сделала сюда что-то вовколоть. Разве что можешь только приклеить. Но зачем приклеивать, когда можно взять вот такую штучку. И она, кстати, из серебра вообще. В общем, все. Завершились покупки с Алиэкспресс. Я надеюсь, что было что-то интересненькое и полезненькое для вас. Может быть, где-то я вас уберегла от какой-то покупки. Либо, если вы будете покупать, например, наушники, вы будете знать, что с ними хорошо слушать музыку. Но если вы делаете большой акцент на разговор, то лучше, наверное, брать что-то фирменное. Ну, или более хорошего качества. На все товары я оставляю ссылочки под видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео. И впереди вас ждет еще очень много всего интересного. А я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok